Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Я буду зачитывать текст и давать комментарии. Я интроверт, не люблю шумные компании. Здесь происходит классическая ошибка. То, что вы не любите шумные компании, не означает, что вы интроверт. Дело в том, что интроверту все равно, в шумных компаниях он или нет. Интроверт это человек, в первую очередь, нацеленный на себя. То есть, это человек в себе. Шумные компании его не трогают и не впечатляют. Раздражительность от чего-либо присуща, скорее, другому типу личности. Здесь я этого говорить не буду. Дальше. Муж-экстраверт вырос в большой семье. У нас случился конфликт с его старшей сестрой. Смотрите. Не кажется ли вам странным, что вы, будучи, как вы выражаетесь, интровертом, выбираете себе в мужья экстраверт? Казалось бы, противоположности притягиваются. Но не все так просто. Выбирая экстраверта, вы автоматически подтверждаете тот факт, что вас это привлекает. То есть, привлекает больше активность, привлекает, может быть, больше экспрессивность, общительность, коммуникабельность и взаимодействие. Вас это привлекает. Опять же, здесь идет речь о реагировании. Понимаете? Вы пишите, у меня случился, у нас случился конфликт с его сестрой. Ну, минуточку. Если у вас случился конфликт с его сестрой, то понятное дело, что обе стороны ответственны за этот конфликт. Вот какая ваша ответственность в конфликте? Понимаете ли вы ее? Замечаете ли вы ее? Знаете ли вы ее, в конце концов? Получилось в итоге, что он теперь всю жизнь обвиняет меня в том, что не общается с родственниками. Ну, понятно, что здесь вопрос идет про вашу обиду. То есть, вы обидены на мужа, за то, что он вас обвиняет. А точнее, за то, что он вас, получается, по факту не поддержал в этом конфликте. И у вас здесь идет, также, чувство вины. Получается, перед мужем. Значит, в контексте того, а действительно, вдруг, это правда. Действительно, а вдруг, вдруг я, и правда, в этом виноват. Хотя, они сами не жалуют общения. Вот вы и пытаетесь, как бы, от своего чувства вины уйти. Если звонят, то, чтобы занять денег. Ну, какая разница, зачем они звонят? Этот вопрос у нас уже долгое время не поднимался. Но, от того, он не становится менее важным. Вы не считаете? То, что он у вас не поднимался, говорит об избегании. И, на самом деле, об отсутствии доверия. Иными словами, то доверие, которое вы описываете дальше, ну, в некотором смысле, является иллюзией. Потому что доверие, как раз таки, обсуждать болезненные вопросы, важные вопросы, друг для друга. Мы будем всегда везде вместе. Ну, я бы не сказал, что с точки зрения здоровых отношений, это хорошо. Особенно при условии, что, как минимум, темперамент у вас, судя по всему, разный. Отпуск у нас совпадает, и отдыхаем мы тоже всегда вместе. У нас двое детей вместе уже 13 лет. И всегда мы жили на доверии. Ну, как видите, не совсем. Даже в мыслих не было думать о мужа плохо. Видите ли, вот дальше вы описываете, но я скажу об этом сейчас. Доверие это не про то, чтобы не думать о ком-то плохом. Не думать о ком-то плохо, выражаясь вашими словами. Это больше про идеализацию. Доверие Доверие это про принятие человека таким, какой он есть. В первую очередь. И доверие это про принятие себя. Про опору на себя. Можно ли в данном случае конкретном говорить о том, что вы доверяете себе? Нет, нельзя. Для вас важнее не думать о мужа плохо. Из дальнейшего текста вытекает, что вы опираетесь больше на него, чем на себя. Это не про доверие. Это про идеализацию. Вы идеализировали своего мужа и на него опираетесь. Дальше. Дальше в мыслях не было думать о нем плохо. Он всегда знал, как я могу отреагировать на общение с противоположным полом. Здесь вы перекладываете ответственность на него. Для меня что-то болезненно. Например, общение с противоположным полом. Но я делать с этим, например, ничего не буду. Я не буду. Я не буду. Ну, не буду с этим ничего делать. Я не буду работать над уверенностью в себе. Я не буду работать над самарценкой. Например. Да? Я просто буду ждать, что мой муж примет эту ситуацию вот так. Ну, то, что он ее принимал, это факт. То, что все может измениться в любой момент, тоже факт. Только нужно понимать, что здесь вы перекладываете свою проблему на другого человека. Несколько дней назад я случайно встретил его на машине с какой-то девушкой. Он начал врать, что там был не он, потом рассказал, что встретил одногруппницу и хотел сводить в кафе. Но у нас сейчас в семье это неприемлемо ни ему, ни мне. Ну, как видите, для него это приемлемо. И вы не принимаете, что для него это приемлемо. Понимаете? Потому что для вас это угроза. Видите ли, здесь не об интроверсии речь идет, а о тревожности, страхах. Вероятно, страх остаться в одну и быть брошенным. Об этом идет речь. Не про интроверсию. Это вы объясняете. Это вы объясняете. То, что с вами происходит. Интроверсия. Это называется рационализацией. Если хотите, можете изучить это в интернете. Это раскрыто. Но вопрос, почему он так поступил, ответ не знал. Видите, на этом снова опора на другого человека. Зачем ты так поступил? Для чего ты так сделал? А не вопрос, чем меня это так задевает. Ну, 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 сводил и сводил. Ну, встретил и встретил. Они даже не целовали. Не говоря уже об измене. Так, в чем дело? Понимаете, да? Встретил их на окраине города. По его словам, он сказал девочке, что жена ревнивая и попить кофе поедут подальше от центра, где мы живем. Ну, как видите, он оказался прав. Жена действительно ревнивая. Только вот в чем дело. Жена-то со своей ревнивостью ничего не делает. Она не считается и подсумывается проблемой. Я человек, который съедает себя изнутри за любую ситуацию. Вновь. Вновь. Вы демонстрируете что-то, являющееся проблемой, как некую данность. Ну, то есть, да, вы человек, который съедает себя за любую, как вы написали, за любую ситуацию. Но это можно исправить. Это можно изменить. Начав работать с психологом. Эта ситуация не прошла странно. Я выносил мозг, но дошло до крайности, я пришел к мужу на работу и выкинул его вещи. А вот это агрессия, которую обычно выподавляется в себе. Тот же самый всплеск агрессии наблюдаем в конфликте с сестрой. Тот же самый всплеск агрессии мы наблюдаем, когда вы пишете, что муж вам всю жизнь припоминает, всю жизнь обвиняет вас в том, что он не общается с родственниками. Это все проявление агрессии. Это нормально, проявлять агрессию. Из-за того, что вы ее сдерживаете, агрессия выражается у вас таким образом, искаженным, гипертрофированным, усиленным. И после того, как вы выражаете агрессию, вы испытываете стыд. Неприятно здесь то, что стыд действительно обоснован, ведь вы делаете вещи, которые можно было бы не делать. Но таким образом, вы получаете главный момент, что я не должна проявлять агрессию. Ну, правда в том же, что как бы вы ни пытались ее не проявлять, она все равно проявится в том или ином виде. Поэтому здесь очень важно работать с своими чувствами. Интроверт – это тот, кто хорошо понимает свои чувства, ведет к себе внимательный. Вы – нет. Что опять же говорит в пользу того, что вы не интроверт. Мне очень стыдно, пишите, что вы за это. Я этого не хотела. Да, а чего хотели? Я скажу. Хотели привлечь к себе внимание. Хотели показать, что вы знаете о нас. Хотели, что вас ценили. Это нормальное желание. Только обращайтесь вы с этим желанием. Достаточно деструктивно. Так вас уважать никто не будет. Ценить тоже. После этого он опять вспомнил родственников, и его поступок остался в стороне. Я вот этот момент не очень не понял, не очень понял, он вспомнил родственников от обиды, то есть тут уже пошла как бы цепная реакция. Его поступок остался в стороне, пишите вы, что означает, что вы переключили внимание. То есть опять же, здесь вы проскочили то, что важно вам, отреагировав, видимо, на обвинение своего Муня. До выкидывания вещей он всячески пытался меня успокоить. После этого поступка решил расстаться. Ну, сейчас уже, сейчас терпение лопнуло. Что это делать дальше, и как жить, я не знаю. что подтверждает тот факт, что вы не живете для себя. Вы не живете для себя, вы не используете свою жизнь для самой себя. Уходить не стал, я удержал. Да, то есть, спасите, ну, что произошло. Наручили личные границы. Человек, который не замещает своих чувств, и не выражает, не выражает свои чувства, он нарушает свои границы, границы других людей. Отчего получается конфликт? Как теперь верить мужу, что он не постарает свой поступок? А никак, потому что поступок может постариться. Это абсолютно нормально. Здесь мы говорим о том, что вы не чувствуете себя в безопасности, ответственно за которую вы перекладываете на другого человека. и вы говорите, что я его удержала. Я не хотел, чтобы он уходил, но как теперь верить. Не кажется ли вам противоречиво, ведь если вы его удержали, это означает, что он вам нужен, что он вам дорог, и что эта важность его и нужность его для вас, она как бы сильнее того, что произошло. А по факту получается нет. Давайте подумаем, если эта ситуация возможна, стали бы вы его удерживать? Вот на что вам нужно ответить. Если я допускаю, то такая ситуация повторится. Ведь раньше я жила спокойно в доверии. Нет, вы не жили спокойно в доверии. Вы жили опираясь на мужа. Это не спокойствие, это не доверие. Это скорее зависимость. Это основной фундамент семьи. Нет. Если мы говорим о деструктивной, дисфункциональной семье, да. Если мы говорим о здоровой семье, нет. Как решить вопрос с родственниками? Вам нужно взять ответственность за свою сторону конфликта и изложить ее другой стороне. Свою позицию. Я не думаю, что ваша активность была направлена на личность сестры вашего мужа в целом. Я думаю, что ваша активность была направлена на некую часть ее активности, на некую часть ее личности, на некую сторону ее личности, которая проявила себя как-то, что вас в этой ситуации задело. Нужно определить, что вас задело. Разграничить, где есть ваша собственная боль, и с этим поработать. А где оказались затронуты ваши ценности, приемлемо-неприемлемо? Вот, к примеру, когда вы говорите, что в нашей семье это неприемлемо, имеется в виду, я правда не понял, что. Общение с противоположным полом или поход в кафе вашего мужа с противоположным полом. Так вот, когда мы говорим о неприемлемости этого, мы здесь подменяем понятие, потому что можно сказать, что для нас неприемлемая измена. Но то, что произошло, это не измена. Прямо вас никак не задевает то, что сделал муж. Потому что он просто провел время с другим человеком. Но для вас этот человек не существует. Для вас существует только девушка, с которой ваш муж провел время. То есть, иными словами, вы не видите в его одногруппнице личность, вы видите в ней только женщину. Почему? Потому что, возможно, вам самой сложно реализовывать себя как женщину. Вы чувствуете себя нереализованной. Для человека неуверенного, в себе тревожного, мнительного. Это в порядке вещей. Это нужно корректировать. Дальше. Так, как она же так? Ведь для меня любые встречи это каторга. Опять же повторюсь. Каторга не является проявлением интроверции. Вы пишите, как же тяжело жить интроверту, еще копающему в своей голове. Я повторю, Светлана, вы не интроверта. Любая провинность съедает меня полностью. Чувствовины и с ними нужно работать. Оно родом из детства. Я не могу долго уснуть, потому что мысли не отпускают. Но здесь еще и навязчивость, вероятно, присутствует. Тут нужно смотреть. Если навязчивость достаточно сильна, что влияет на качество жизни, то имеет смысл обратиться к врачу, клиническому психологу, либо к психиатру. Один раз так. Ну, тут вы как будто бы пожаловались. То есть просто написали такой момент. Я не буду его засчитывать. Это лично достаточно. Вот. Но это просто жалуетесь. Просто вот вы жалуетесь. Что опять же говорит о том, что вы свои чувства-то подавляете. Заранее спасибо за ответ. Ну, понимаете, чтобы дать вам ответ, нужен вопрос. Ваш вопрос, он по факту, только один. Как решить вопрос с родственниками? И второй типа вопрос, но без знака вопроса. Что делать дальше и как жить, не знаю. А в целом, ваш текст это запрос на личную терапию. Поэтому выбирайте психолога и начинайте над собой работать. Только так можно сохранить брак. В его здоровый функциональный вход. Понимаете? На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу, это позволит вам начать на собой работу. Желаю вам всего самого доброго. И удачи. Субтитры создавал DimaTorzok